Фильм, фильм, фильм Профессий много, но прекрасней всех кино Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал Фильм, фильм, фильм Фильм, фильм, фильм И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд Кино, волшебный сон, сладкий сон Фильм, фильм, фильм Фильм, фильм, фильм Фильм, фильм, фильм Фильм, фильм, фильм Фильм, фильм 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 КОНЕЦ 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 Киносценарий — это специфически оформленная в виде текстового документа история фильма, состоящая из названия сцен, краткого описания событий и диалогов персонажей. Сценарий — это одна из самых важных составляющих фильма. Это история в чистом виде. И без хорошей истории, написанной на бумаге, не получится хорошего фильма, воплощенного на экране. Сценарий для всех своих работ я писал в обычном и всем вам хорошо известном Word. Word — это добротный текстовый редактор, и его функционала с головой хватает для подобного рода задач. Однако все же продукт от Microsoft не ориентирован на написание сценариев напрямую, и поэтому делать это в нем не сильно-то и удобно. И причина тут кроется в первую очередь в правильном оформлении текста этого самого сценария. Существуют определенные правила, которых стоит придерживаться при написании сценария. Скачайте сценарий любого большого кинофильма, который сможете найти в свободном доступе в интернете, и вы заметите, что почти все эти сценарии оформлены определенным схожим образом. Возле названия каждой сцены указан ее номер. Указано, где именно происходит действие — в интерьере или экстерьере. Тут же указано время, когда разворачиваются события, и место, в котором разворачиваются события. Диалоги начинаются с имени персонажа, которому они принадлежат, размещенному строго по центру и написанному заглавными буквами. Сами же реплики героев занимают только часть страницы по ширине, в то время как описание действий в сценарии занимает всю ширину страниц. Пояснения же зачастую помещают в круглые скобки. Немаловажен и размер шрифта. В стандартном для сценариев считается шрифт Carrier New, а размер — 12-й. И придумано все это не просто так. Дело в том, что страница текста, написанная таким шрифтом и таким размером, будет равняться примерно одной минуте хронометража. Следовательно, по размеру написанного сценария будет нетрудно определить примерный же размер всего фильма. Скажем, 60 страниц будут равняться примерно 60 минутам фильма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гамлет Случилось что-то в датском королевстве Король был мертв Ужаленный по слухам в своем саду змеей ядовитой Но продолжает действовать змеиный яд Брат убиенного стал новым королем Вдова, желая снова выйти замуж с женою брата Но у покойного остался сын, принц Гамлет Чье сердце переполнено тоской и скорбью об умершем Мой милый Гамлет Сбрось свой черный цвет Нельзя же день за днем почившего отца искать во прахе То участь всех, все жившее, умрет Да, участь всех Так что ж в его судьбе столь необычным кажется тебе? Не кажется, сударыня, а есть Весьма отрадно и похвально, Гамлет, что ты отцу печальный платишь долг Но и отец твой потерял отца, тот своего Пожалуйста, стряхни свою печаль Горацио, Ильяс сам не я Но что у вас за дело в Эльсиноре? Мой принц, я плыл на похороны короля Скорее уже на свадьбу королевы Да, принц, она последовала быстро С поминок холодной пошло на брачный стол Отец, мне кажется, его я вижу Где мой принц? В очах моей души, Горацио Мой принц, он мне явился нынче ночью Явился кто? Король, отец ваш, мой отец Подряд две ночи средь мертвой беспредельности ночной Некто неизвестный в вооружении с ног до головы Исущий ваш отец проходит мимо державным шагом Я стану с вами на ночь Может, статься он вновь придет Отцовский призрак в латах Быть беде Офелия, дочь Полония, главного королевского советника Любила Гамлета и верила, что он ей платит тем же Но брат Офелии Лаэрт, отправляясь во Францию Предупреждал ее, что королевская любовь опасна А Гамлета ухаживание вздор Считай их блажью, шалостями крови, не боли Не боли? Подумай, кто он и проникни в страх По званию он себе не господин Поэтому пойми, каким огнем играешь ты, терпя его признание И сколько примешь горе и стыда, когда ему поддашься и уступишь Страшись, Офелия Вот и отец наш Все тут, Лаэрт, в путь, в путь Давно уж время Уж ветер выгнул плечи парусов, и слуги заждались Благослови тебя, Господь Который час Должно быть скоро полночь Смотрите, мой принц Вот он идет Да хранят нас ангелы, Господни Я дух родного твоего отца Приговоренный по ночам скитаться Последую за ним Принц, не ходите Пусти, прочь, говорю Иди, я за тобой Послушай, слушай, слушай Коль скоро ты отца когда-нибудь любил Отмсти за гнусное его убийство Убийство? Убийство самое гнусное и бесчеловечное Слушай, Гамлет Идет молва, что я усну в саду Ушален был змеей Но знай, мой сын достойный Змей, поразивший твоего отца Надел его венец О, вещая моя душа, мой дядя? Да, кровозмеситель и прелюбодей Увлекший королеву К постыдному сожительству с собой Не дай постели датских королей Служить кровосмешенью и распутству О, пагубная женщина О, подлец Улыбчивый подлец Подлец проклятый Но теперь прощай Прощай И помни Обо мне Мил Хамлет, желая скрыть услышанную тайну Решает притвориться сумасшедшим Маднес «Аб helm, тратый, бейок» Маднес «Ам, тратик» «Ам, тратик» «Ам!閃 nessals» «Ам, тратик» «Ам, тратик» «Ам, тратик» «Ам, тратик» КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но в целом, вступление хороших картин – это не просто набор красивых кадров, а инструмент повествования, благодаря которому автор знакомит зрителя со всей картиной. Это можно увидеть везде, от больших голливудских блокбастеров до безумных картин французской новой волны. Кстати говоря, о Френч и Уэйме. Советую вам посмотреть «Мистер Фрим». Я не буду особо спойлерить этот фильм, так как я уверен, что вы его еще не видели. А я хочу, чтобы вы его обязательно посмотрели. Он начинается с того, что в то время, как на улице происходит безумие и беспредел, главный герой вальяжно, как по пряжу, разгуливает по полицейскому участку и ест сэндвич. А затем одевается в океанную форму, запрыгивает в окно афроамериканской семье и начинает палить из пушек. Несмотря на всю хаотичность происходящего, эта сцена идеально описывает зрителю всю суть главного героя. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Now, if you look here, Simon is taken away from Esther to help carry the cross. And they all look at Simon, not at the Savior. Be it the birth of Jesus or the fall of Icarus or the death of soul casting himself upon his sword, all these world-changing events go quite unnoticed by the crowd. And so, just like this spider, I built my web, hoping to catch the viewer's eye. Now the stage is set. Well, let me go. I don't know. I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...